В воскресенье в Москве откроется международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова. Марионетки, перчаточные куклы, механические, планшетные, теневые и, конечно, фирменные образцовские тростевые. Этот смотр по традиции представляет кукольное искусство максимально полно и разнообразно. Первым в афише значится совместный проект французского коллектива «Моде Тет» и театра Образцова «Некто Нос». Судя по названию, авторы не претендуют на аутентичную сценировку одной из петербургских повестей. Они рассказывают историю по мотивам Гоголя. Репортаж с прогона Ирины Разумовской. Сложный грим, эффектные костюмы в готическом стиле. К артистам кукольного театра их и не отнесешь. А рядом куклы, почти в точности повторяющие их облик. Свою интерпретацию абсурдистской повести Гоголя француз Эрик де Сарея сделал на стыке спектакля драматического, пластического, кукольного и анимации. Самое сложное для актеров – это одновременно быть целиком погруженными в действие, чтобы, как по системе Станиславского, максимально отдаваться игре и передавать эмоции через руки кукле. Но также нужно быть и отстраненным от того, что происходит. Ты же марионетист? Люди и куклы у него равноправны и едины. Марионетка – скорее воплощение собственного «я-героя». То продолжает его тело, то выглядывает из-под пояса, то свисает с шеи. Доктор, например, передвигается верхом на своей кукле. Это представление моего героя о себе. То есть представление о герое как человеке, который на себе все носит. То есть больные, это мир, все эти сложности мира, все тяготы. Он носит на себе, это его ощущения. То есть кукла – это как бы внутренний мир, душа. И все куклы вместе рассказывают о том, что же случилось с внутренним миром одного петербургского калерского асессора. Артисту в роли Платона Ковалева нос, конечно, не отрезают. Но вот у куклы, которую он носит все время перед собой, носа нет. И это намек на то, что происшествие случилось не с внешностью главного героя, а с его сознанием. Для меня была очень важна тема иллюзий. Я нашел ее в предложенной мне театром образцово повести Гоголя. И решил обыграть в своем зрелище. Под носом у зрителя кукла. А что он видит? Актера? Героя? А Ковалев смотрит в зеркало и не видит собственного носа. Или ему кажется, что не видит? По задумке месье Сария, Ковалев потерял не нос, а ощущение того, что у него есть этот орган чувств. И это от страха ему начинает казаться, будто тот расхаживает по Невскому в цилиндре и плаще. Да, от классики здесь осталось сгульки нос. Но суть этого изящного и зрелищного эксперимента скрывается и в названии спектакля на французском. На слух можно перевести не только как некто нос, но и как сомнительный нос.